Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, и явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, с 6 по 11 стих. Бедность не порог, пословица гласит. Порочным и ленивым, оставивши лазейку, и нежится, и тешится природный паразит, не пашет вовремя и ревностно не сеет. Отходит он в отхожее ненужным. К нему за помощью никто не постучится. В его жилище вход нуждающимся с ужин. Запачканного здесь не преобразуют в чистых. Есть нищета телесная, причины есть тому. Нужда пожар, воры и ограбление властью. Заплаты нет хотя бы починить суму. И мало кто житье таких сумел подсластить. Строкой бегущий праздничный обед. Хотя, трудясь, так редко просыхает. И не дается грамота. Приходится корпеть. Вы видели таких? Не раз о них слыхали. Так помогите же, ослепшие в богатстве. Услышьте же, оглохшие от воплей. Не принуждайте алчущих вновь за дубины взяться. Внезапная революция. И ваш гарем потоплен. Но в бедности телесной разбогатеет духовно. Истраться на молитву. Писание исследуй. Провозгласят богатым уже не ради хохмы. К твоим столам потянутся за истинную следом. Бедность не порог. Нам истирай порог. Мы с Соломоном мудрости духовной спросили. И столько заготовили своим потомкам впрок. И незнакомым только. Ну и для всей России. С любовью уделяй по малому и в малом. Рука твоя дающая никак не оскудеет. В паломники пробьемся со вселенским Павлом. Обогативший мир. По плоти был так беден. Обогащает Бог. И в бедности богатый. Найди себя беднейших и разорись на них. Есть в житиях примеры. Богатство вдруг подкатит. Мы слышали и видели не только лишь из книг. 28 января 2009 года. Игла. Игнатий Лапкин. Так, Алексей, мир дому твоему. Слава Господу нашему Иисусу Христову. Аминь. Ну, как ты, наверное, знаешь, что я беру интервью христиан православных, которые как-то связаны с Игнатий Тихоновичем Лапкиным, с его трудами, с его деятельностью. И которые получили для себя пользу. Пожалуйста, Алексей, ну, расскажи, откуда ты, там, в двух словах о себе. Псковская область. Тут рядом город Великие Луки, но я не Великих Луков. Я рядом, я горжусь, деревня Клин. Родина патриарха Тихона, того, которого сам Ленин еще называл главным контрреволюционером, который анафигу предал большевиков. Вот мы с ним в одной деревне родились, мы с ним в одной сельчане. Я им этим очень горжусь. Ну, и поэтому псевдоним иногда себе такой Клинский приписываю. Я как-то, что я из Клина Клинский. Так что вот так. Ну, вот, Псковская область, так что совсем другая страна. Недалеко от Барнаула. Ну, да. Устал Игоря Тихоновича первый раз в 2016, сейчас какой? В 2016 году. Как раз вот тоже пост был. Апрель или март был. Тоже вот, я не помню какой месяц. Ну, почти два года уже. Я первый раз так случайно что-то на Ютубе открыл. Вот помню первое видео, которое я посмотрел. Научиться жить красиво в бедности. Я знаю, что там раз, ой, было что-то интересное. Там раз в раз дедушка сидит, знаешь, там за штопанной курткой там что-то он сейчас там шьет во дворе. Игорь Тихонович, что-то зашиваете себе, штопаете? Я знаю, вот электричество несколько дней уже не дают, днем. Ну, время свободное, вышел, ветер дует везде, поискал такой закуток маленький. Вот, видишь, у меня тут скворечники, голубятня, куда голубям садить себе-то. Ну, решил костюм свой зашить. А, жена-то видит, да ну, брось ты, ну, прям взять нечего. Ну, и правда, вот посмотри. Вот, это я пришил, шесть уже заплат. Вот они, заплата на заплате, это мой костюм. Я в нем везде снимаюсь, он как раз такой и есть. Я уж не беру внутри, а то вот изнутри даже. Действительно, он у меня уже заслуженный ветеран вот этот, через плечо. Вот, а что хвалишься за платами? Я имею его и могу этим хвалиться. Вот, видишь, вот что, зашил где-то, захватил, что-то не так. Штеста это, это... Ну, там где-то оторвется что-то, ладно. Не туда. Длинная по-мужски нитка, вот какая. Жить экономно. Раньше был такой лозунг, экономика должна быть экономной. И большое такое панно было на аппаратурном заводе. И днем я иду, а там я насчитал, 70 лампочек горит. Экономика. Экономика должна быть экономной. И, наконец, огромное значение имеет инициатива на местах. А это на самом деле так. Старое не носить, новое не видать. Старики так говорили. Вот люди жалуются мало, платят, не хватает денег там. Старикам не на что лекарства купить. А зачем его покупать-то? Ресурс истрачен. Мое мнение, после 60 лет надо остерегаться, ходить к врачам. Легче один укол поставить, чтобы тебя не было. Уснул и, как говорится, усыпить, как ветеринарная лечебница. Еще лезьте туда. Вот старое, оно мне как раз. И я вспоминаю житие святого Пахомия. 11 тысяч монахов. Это же полк настоящий. 11 тысяч. Вообще. Дивизия. И вот он, когда-то у них такой, видимо, день был такой, санитарный. Постирали. И он говорит, а где моя одежда? Пошел сам искать. А они все это погладили, положили. Он ищет, своей нету. Она у него известная. Я вот свою выброс, я найду хоть на свалке ходить. Это моя. Ну сколько тут? Ну не больше там заплаток 40 на нем. Вот и на кармане, и везде. У меня такая шапка. И изнутри она уже перешита, перешита. Это я вот сколько. Вот. Это я даже иголку-то потерял. Ну не важно, вот она где. Но она хорошая. Она не давит, она не жжет. Никакие стрелки. Придумали стрелки отойдут. Братья видят, до обеда он устоит, перебирает. И видно, что ему неудобно. Вот еще. Ну так братья решили. Ну почему вы без меня-то решаете-то? Ну мне это удобно. Решили отдать ему его старую одежду. Православным ли за это осуживать? Я так прожил всю жизнь. Вот они у меня все, на мне заплата на заплате. Валенки такие, вот они заплаты где. Я ни копейки не тращу. Минимальная пенсия. Мне не давали работать. Нигде. Только вне ведомственной охраны, при милиции. Ну, враг государства, враг у ворот. Мы бедные, из бедной семьи. Поэтому мы должны уметь шить заплатки. И ходить в них. Ну, в люди еще как придется. Я вот босиком летом разуваюсь и по городу совершенно босиком. Иду в краевую прокуратуру, в администрацию края. Никому дела нет. Ну, правда, охранник посмотрит. Смотреть-то не на это надо, а на паспорт. Паспорт в порядке. Я пройду куда угодно. В мэру города мы запросто встречались и прочее. Не на это люди смотрят. Встречают-то, говорят, по одежке. А тут еще и смотреть-то нет. Одежки-то нет. Я вообще босиком пришел. Вот это вот мой костюм. Такие же у меня носки. Зашитое, перешитое на 10 раз. Ну и что? Мне так нравится. Я не тращу денег ни копейки на это. Вот иногда держат собаку, кошку, тратят деньги. Я держал три собаки. Мне необходимо были. Они обучены в уголовном розыске, в магазины подсаживали. И мне за них платили деньги. Я зарабатывал, потому что мне там мало было денег. Мне надо больше заработать. На стройке работал. Вот это почти у меня всегда 280-300 процентов. Деньги были. Я знаю, как ими пользоваться. Не гляди, говорю, что заплаты. Под каждую заплату миллион, как отверженно Виктор Юго написано. Господь это знает. А я гляжу, вот, чуть-чуть где-то не так, раз, выбрасывают. Пойдешь, золу пойду вытаскивать здесь. Смотрю, такая одежа хорошая, прям детская. Не знаю, откуда деть. Мы самое последнее. Дети у меня все учатся штопать. Я вот дорогой ездил, в миссионерском путешествии. Ну и вот, крепкие, чтобы нитки были. Не меньше, чем десятый номер. И вдвойне, двойная нитка. Должно крепко пришиваться. Ну вот и пришиваю. В бедности нужно прожить красиво. Никому не надоедать. Лекарства не нужны. В большинстве случаев. Есть такая передача, где говорится, что передача для тех, кто любит лечиться. И для тех, кому это действительно необходимо. А если действительно необходимо, значит, а впереди любят лечиться. Любят. Где-то засвербело, что-то не так. Лечись от гриппа. Сколько делает? Тебе придется болеть? Семь. Ну а так просто неделю одну. А как? Не ходите? Никогда. За всю жизнь ни одной таблетки не съел. Ну как ни крути, у меня за плечами опыт немаленький. Тюрьмы, лагеря, меня в морозилке держали. 27 лет, 26 лет. Психиатрия меня давила, мучила, накачивала, выворачивала. Я все еще живой. 77 лет. А жить, я хочу сказать, 70 лет. При большей крепости 80. Да еще какие нападки, какие переживания. Мало ли еще не было. Один год, это был 99-й год, 15 комиссий краевых, детский лагерь закрыт. Два уголовных дела против меня воздвигли. Все кончилось. Ничего нигде нет. Ничего не было. Которые подавали, писали. Я подал в суд, все процессы выиграл. Их с работы повыгоняли. Дали опровержение. И оплатили подрыв репутации человеческого достоинства. То есть руки никогда не надо складывать. Четко определенная цель. Царство небесное. На меньшее не согласен. А они, друзья, делаются врагами. Это их дело. Кругом измена, трусися, обман. И я никогда не изменю этому своему навыку. А и труси. Не надо бояться этого. Даже вот я применяю эти слова. Не надо этого бояться. Встречаешься, разговариваешь. На тебя смотрят. Ненадежно на тебя. С чем ты придешь? У тебя начальник детского лагеря. 44 года. С чего только не было. И мы устояли. Определенно цель ставила Компартия. КПРФ. Уничтожить. Подключили сюда организацию Иверейская ВНЗР. Профессорский состав. Кого только не было. Московский комсомолец. Поганейшая газета. Все выиграл. Все процессы. Бог. А Бог. И так и здесь. Бедность. Ну и что? Бедность не порок. Я всех. Каждый день молимся. Господи. Научи нас жить в бедности. Каждому даруют. Пища какая есть. Имея пропитание и одежду. Будем довольны. На пропитание главное идет. Но на одежду тоже много идет. Вот там нет ничего, что было куплено. Ни одной копейки. Ни брюки. Вот это вот кто-то. Сестра одна Капустина, наверное, дала. Там другой костюм. Кто-то что-то дал. Или выбросил. На мне это как раз будет. За последние, допустим, 30 лет, я не знаю, потратили хотя бы 1 рубль. А 1 рубль. И питание какое. Питание такое, что никто не болеет. И в то же время, я не знаю даже сегодня сказать, сколько мы потратили за месяц втроем. Ну, может быть, рублей 100 или 200. За электричество только. И обходимся. Все у нас есть. Это искусство. Главные специальности первое земледелие. Второе трикотаж. Это одеть надо плоть прикрыть. И третье строительство. Дома есть. На питание Господь как-то дает. Я показывал, как мы питаемся. У меня остается иногда мука. Для детского лагеря нахожу. Я тут одной сестре Щукиной, Нианиле Александровне даю пополам. Мешок ей, мешок нам. Она готовит всю зиму нам бесплатно. По славу Божьей. Остальное за лето что-то приготовили. Варенье, соленье там разное. Кто-то лук удал, кто-то чеснок. Не просим. Просто Бог так делает. Поэтому не надо клянщить. Вот это. Стонать. Прям весь эфир этим заполнен. И правительство не такое. И президент не такой. Вы вспомните, кому сегодня хорошо. Хорошо, где нас нет. Ты посмотри, как ходят голышом на юге. Нас нельзя здесь. Сибирь. Надо одеваться. Ну научитесь штопать. На десятки раз. Вот она заплата на заплате. Ну и что? Кому она мешает? Так новенькая заплатка. Так я пришил ее. Вот только что пришил. Вот заплата. Дырочка закрыл. Ну вот тут заплата. А на ту заплату теперь еще. Еще заплата на заплате. Вот сколько их где. Ну и я хожу. В нем снимаюсь. Ничего. Тем более православные вообще знают, что были юродивые. Праведники в пустыне подвязались. Как они были-то? Нам ли судить? Я не гну под это. Пиариться слова какие. Ну начните по порядку. 1173 жития. И все выходят. Пиарились. И лишь бы ты не осуждал. Если кто ходит в дорогой одежде. Никогда не осуждал. Просто я знаю. Галстук это масонский. Надо выбросить. Рубашка должна быть всегда застегнута на последнюю пуговицу. Потому что расстегнута. Это масонский знак. Снял галстук. Обязательно что. Обязательно расстегнуты. Вот посмотрите. И обязательно что без подка было. Нам мусульман учиться надо. Посмотрите как они одеты. И женщины и другие. Я начинаю с одного и показываю на другой. Надо везде учиться. И жить бедно. То есть в бедности быть довольным. Красиво и интересно. Это чего-то стоит. Вот посмотрю сейчас. В городе Барнауле мы находимся. Вот сегодня у нас уже 25 марта. Вот. Ну тут кое-что не так. Может скажут. Ну это вот такое место. Посмотри. 13 соток. Это дал мне Господь Бог. С неба опустил. Это уже мы здесь находимся почти 20 лет. Когда я вернулся. Реабилитирован был. И начал судиться за то, что у меня похитили. А похитили немало. Конфисковали. В студии 15 магнитофонов. Примерно. И общий результат. 11 миллиардов должны были. По расценкам государственным. Миллиардов. Ну те еще. Недоминированные деньги были. Это по-настоящему так. 11 лет шел суд. И я его выиграл. Ну Господь сделал так. Как выиграл. Еще дальше. Ну а дальше-то рассчитываться надо. КГБ в стороне. А ответственным сделали городскую администрацию. Через нее проводили эти обыски. Хорошо, что через городскую. А то начало-то было железнодорожное. Районный отдел был. А денег-то нету. И Бог делает. И дал такую приставу. Женщина бесстрашная. Она пришла, видимо, в городскую администрацию. И объявила. Пока с Лапкиным не рассчитаетесь. Арестовываются все счета в городе. Ни один учитель не получит. И сразу со мной начали разговаривать. Ну вот вы не могли там вроде подождать. Там что-то как. Не могу. Давайте недвижимостью. А что вам нужно? Центр города. И чтобы было сухо. Нам молиться негде. Уже церковь наша была от русской православной зарубежной церкви. И тогда это Бог делает так. Всех расположил. Тут был один, я не знаю, он кореец или кто. Тен. Тен. Ректор юридического института. Говорят, очень хороший человек. Юрист высшего класса. И он встретился, я не знаю, с мэром города. А там мне передали. И говорит, Лапкину руки, ноги. Говорит, уже не вставишь, все подкрутили. Ну давайте закончим это дело. Тем более суд уже вырешил. Решение суда на руках. Ну и со мной мэр города был. Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России. Ну и вначале говорит, прокурор края могу назвать близким другом. Генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Все это вместе собрались. Ну что вам нужно, где здесь? Ну меня повезли сразу. И Бог дает, добролюбов. Миролюбов эти, которые меня повезли. Привезли сюда. А что это? Ну здесь станция Освод, спасение на водах. Ну как? Ну вам нравится это? Им дадим другое место. Я зашел. Это вот это место, вот этот дом. Я посмотрел, какой большой. А когда меня спрашивал, он сейчас вице-мэр Петров Юрий Михайлович. Ну а какого размера надо? А у него приемная какая? Я говорю, ну вот как ваше с кабинетом вместе-то. Ну а там 70 может быть квадратов-то. А получил-то не 70, а 226. И вот они меня привезли сюда. Я это осмотрел, он запертый был. Организация государственная-то. Ну я говорю, согласен. А наши говорят, не надо было соглашаться, чтобы так поманежить, чтобы увидели, что... Я говорю, я не люблю это дело. А тут, говорит, второе. А тут прямо напротив. Краевой суд, где меня судили. Я что, помнил. А второй сгоревший магазин около тюрьмы. Вот надо же так, краевой суд. Я говорю, тюрьма это уже конец. А суд это неопределенно. Беру здесь. А я говорю, а этот домик стоит чей? Это все входит сюда. Как? Это два дома? И пишут оттуда, что Лапкин согласен, одобрил этот выбор. И тут мэр города меня буквально за руку водил. Нежилые помещения перевели в жилые электрики. Я ни за что не платил ни копейки. Как с неба Бог это опустил. Место-то какое? Сухое. Глубину копают подвалы. Тут у меня около 16 человек только по церкви-то выбрали все. Там подвалы построили, подперли все. Перекрыли крышу шиферную, он видит, железом. И тут мы молимся. Вот когда на Бога надеешься, ничего тебе не надо бутовать. И была большая газета, Алтайская правда, губернская. Написано, Лапкин предпочел храм недвижимости. Мы с мэром стоим, сфотографировались. И все. Это я говорю, я даю вам пример. Надо верить и молиться за властей. Меня упрекали, вы верите им, они вас гнобили, они вас душили, убивали. Я вижу, это другие люди. Я вижу их глаза. Какие они. И вот так Бог со мной сделал этот счет. Это единственный, может быть, дом, я не знаю, в Алтайе это точно, а может быть и в России, который мэр города приезжает и зэку, каторжнику отдает. По рукам ударили, и снимок один, и поцеловались. Мне говорят, да с кем ты целуешься? Это ваши гонители. Неважно. Момент того давал. Так он сколько приезжал, через неделю-две, поделился, как у нас там переустроили, алтарь, что сделали. И в конце газеты было написано. Я даю пример всем, никогда не роптать, не злиться на власти. Нам ничего не изменить. Мы достойны того. И Бог так это делает. Я тут голубятель себе сделал сразу. Вначале на кухне держал голубей. Выпросил. Вот я их не покупаю. И вот сейчас просушиваю склады. Пять складов. И для детей. Если вот это склады какие. Вот посмотри. Вот этот склад у нас, видите, самый такой. Это углярка здесь. Дрова. Товар какой надо хранить для детского лагеря. Посмотри, маленько даже гляну хотя бы. Вот он. Посмотри. Тут у нас углярка. Видите, какая большая углярка. Это все мы потом сделали. Это сарай. Все сделали потом. Посмотри, какие дрова тут. Ну, можно даже показать. Зима кончилась. Еще сколько. Это Игорь Дугунов, золотопромышленник, ищет там геолог-то. И привез нынче дрова из тайги. Лед накололи. Вот они лежат. Смотрите, какие. Это не нельзя сделать. Это Бог делает так. Вот соседа у него тут все. Сгорел дом. А здесь наоборот Бог нас выводит, говорится, из ничего. И вот два дома. 226 квадратов. Вот здесь два склада. Большие. Там много чего есть. Теперь смотри. Вот склад еще один. Это бумага. Вот большой склад всякий инструмент. Две комнаты. Тут у меня Надежда Васильевна обитает. Пошла где-то по городу. Градусник. Тут все сделано как надо. Я еще раз просто ко всем бы, если можно обращаться, никогда не надо роптать. Ропщище противен Богу и людям. Нужно научиться красиво и интересно жить. Вот погас свет. И что погас. Да вот они выключают. Не надо. Они делают свое дело. Сразу взял, пошел. Нашил тут заплаток. Все. Все. Пойдет у меня теперь. И при том, я не боюсь разбойников. Я когда ночью иду, так от меня люди еще и прячутся, может быть. Надо благодарение Богу поставить на первое место. Вот посмотрите, у меня скворечник. Дома у меня в саду было 123 скворечника. Вот все собаки здесь, мои друзья. Выхожу сейчас, пойду кормить собак. Там я показывал, как. Вот эту елку я не садил. Березу тоже нет. С нее уже березный усок беру. Виктор Андреевич Яковлевич. Четыре вот эти качели поставили детям. Наша жизнь идет один раз. Ну надувайся все время. Ну давай. Навальный там говорит. Ну кто такой Навальный, меня спрашивает. Я говорю, а вы посчитайте Навал, кто такой. Почитайте. А вы, говорит, там муж был какой-то. Навал означает безумный. И он Давида оскорбил, и Давид его чуть не уничтожил. Считайте Святую Библию. Там говорится. Это отроки оттуда идут, отростки оттуда. Навал, Навальный. А Навал, это безумный переводится. Безумный. Ну вот теперь и думать надо. Когда скажешь, а как это узнали? Так оно само прям просит. А Навал, Навальный корень-то остался. Был Скуратов-душитель, сегодня Скуратовский. Ну, Скуратов-то задушил митрополита Филиппа. Это его отростки идут. На фамилии свои посмотрите. Вот здесь был благочинный Погиблов. Он сейчас в Санкт-Петербурге. Погиблов. Ничего не говорит. Фамилии-то давали как? Давали люди разумные. Когда фамилии давали, кто пришел? Кто это? Да это вдовы Марьи. Вдовин. А другой приходит. Вот это тоже вторая дава. Ну, вдовина сказали. Марьин, пожалуйста. А это кто? А у него кроме куриц еще нет. Ну, курицыный будет. Курочкин. Курятников. Как угодно назовут. То есть люди им дали указания. Грамотно сидели. И они говорили, это чей? А это такой душитель дует. А это кто? Граф Блудов. Граф и Блудов. Вообще, говорящая есть фамилия. Понимаете, начинаешь когда смотреть, и все удивительно. Вот кто скажет, нищий. Вот я нищий. Не думай так. Мы, говорит Павел, что нищий, но всех обогащаем. А когда ты сэкономил, и сэкономленного подать пропитание вдова положил, это чего-то стоит. А кто что против говорит, хвалит, там пиар, слова, даже объяснить не могут. Ты на это не смотри. Ты делай для Господа. Просто научись жить в бедности. Вот у нас стекла застеклены. Это все не куплено. Доски вот эти купили, отходы. Отходами зашили. Вот дом. Картон достал. Доски выписали. Обшили. Виктор, говорю, Игорь Дагунов пропенил все. Сделал внизу. Видишь как? Все. Миши уходят. Живут не знают как. Я живу у нас. Вот Никита с Украины. Володя Пащенко. Все. Все подписано. Завещано. Хоть сегодня отходи, и никакой нужды нет. Благословен Господь. Вот так. Что он потеряет приехать? Слава Иисусу Христу! И как он заговорил, заговорил, я так знаю, все интереснее, интереснее, интереснее. Там он раз. И вот как он там в тюрьме сидел, и как он судился, и как ему это. Знаешь, у меня так все хлоп-хлопья. Ох, ох, ох. И у меня все удивление больше, больше, больше. Что это такое? Потом раз. И вот начал смотреть. Потом еще выяснилось по ходу дела, что человек Библию знает там чуть ли это самое досконально. И все там все и толкует. У евреев называется Талмуд ха-ха. То есть мудрец, нет, не ха-ха, по-другому немножко. Короче, мудрец Библии, мудрец Талмуда. Это у евреев у нас по-другому. Так что вот так. Вот этот опыт, конечно. То есть там много часов надо провести, и много святых отцов прочитать, чтобы вот что-то вот так вот вынести, и что-то сопоставить, что верно, что неверно. Вот это, конечно, привлекло. Что привлекло меня к нему, это вот бодрость. Наш с тобой возраст, молодежь, нас вот ввергают в умение. Сознать, естественно, массовой информации, там вот эти вот стереотипы. Вот надо быть богатым, иметь трехэтажный дом, там пять любовниц, там куча счетов. Вад, есть, ну а кто-то такой, нищеброд, понимаешь, вот это вот такое. А человек вот этот вот, ну, Ивнатий Тихонович, он радуется каждой минуте. Понимаешь, он радуется, что он носки зашивает, радуется, что он в 5 утра помолиться встал, вот так бегом. И вот именно научиться вот этому, вот как я вчера тебе писал, чтобы не было вот уныния. Вот я тоже учусь, у меня такие же самые недостатки, тоже бывает вот уныние, там вот. Вот именно вот эта бодрость. Но это вот присуще старым людям, таким вот, старинской закалки, они такие вот бодрые. А тут еще человек, и он еще и христианин православный, еще он критикует и как бы то, что еще и священство, там и патриархов, вот это вот такая находка. Но опять же тоже, вот я это самое говорил, как написано, смотри, «всяк человек ложь». То есть, как только ты очаруешься с человеком, ты сразу ему разочаруешься. Так что, в практическом смысле, очень много, конечно, чего я почерпнул, и много, вот, кстати, полтора года, вот уже я бороду не трогал. Все, Игнать Слабкин, свою секту заманил, короче, там они все с бородами ходят. Так что, такие дела. Вот такой вопрос, а когда ты стал верующим? Я в 2001 году стал верующим, в 2001 году. А как это произошло? А это произошло, я закончил учиться, Великолупскую психозакадемию я закончил, и как бы у меня такая черная полоса началась, там и со здоровьем, и как бы с работой, со всеми делами. И я к православной вере пришел, к сожалению, через, ну, может, не к сожалению, давно же вышла эта куча. То есть, знаешь, экстрасенсы, колдуны такие вот, вот я в свое время походил по всяким, ну, а придешь, у них иконы, они молитвы читают, знаешь, и в церковь. У меня такое впечатление было, что вот колдун – это фельдшер, а церковь – это вот больница какая-то, вот. Потом я, это сам, у меня вот бабушка одна, ну, бабушка, колдунья, вот надо покреститься, чтобы я по простоте как пошел, покрестился, и так пошел, пошел, пошел. То есть у тебя возникли проблемы и по здоровью, и житейски, и ты решил как бы найти исцеление от этого, да, выход? Да, 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 да. Я пришел ко всяким, на их много адресов, всяким, ну, они деньги берут, естественно, это бизнес такой, там, когда большие, когда небольшие, и вот как бы у них везде вот иконы, кресты, и меня вот отправили креститься в церковь. Я уже начал как бы ходить в церковь, ну, начал читать уже литературу, понимать, что хоть и похоже, но ни одно и то, что это совершенно другая сила, и совершенно к другому там другие задачи. Одно вылечит, а другое – зруб. Так что вот, и вот… А ты как-то почувствовал это на себе? Ну, вот, то же их воздействие, или как? Или тебя минула чаша сия, так скажем? Я как бы никому ведь особо-то вреда там не причинял, ну, понятно, я осуждал и сбился, как и все люди, но я снимал негатив, что с себя вот так вот ходил. Тут у меня, если интересно, на эту тему можно отдельную беседу записать, прохождение по колонам и по ксидасенсам. Хорошо, 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 я понял. Но, честно скажу, меня немножко как бы финансовый вопрос напряг, что в церковь-то я ходил бесплатно, а здесь как ни придешь, деньги не… У меня вот такая поворотная такая была, та самая ситуация. Ну, а их, знаешь, как бы много. Вот люди, которые начинают ходить по ксидасенсам, по колдунам, по бабкам, психологическая зависимость вырабатывается. То есть, ой-ой, надо сходить, давно не было. И, понимаешь, придешь, тебе надо деньги давать. Вот помню, вот есть там, километров в беседе, наверное, от меня, есть там такой экстрасенс, он с этим гастрономом. Там Латвия рядом, то есть латвийский крестьянин, грубо говоря. Ну, у них другие там подворья такие добротные, скотина по-другому, по-другому люди живут, не как наши, по-другому. И у него там афиши, там он с выступлениями ездит, там всякие. И вот я сижу, помню, поворотная меня, я к нему пришел, ну, знаешь, как обычно, на вас сделано там, у вас негатив, там, то есть все. Я сижу, и вот я уже так колебался, что я понимал, что что-то я не то сделаю. Вот я сижу, у него Божья Матерь, большая такая икона, и у него вровень с Божьей Матерью его портрет в шляпе. То есть, так я сижу, думаю, что человек, то есть, сам себя с Божьей Матерью ставить надо. Ну, и ладно, и там что-то, ну, сколько денег давать? Там что-то, какой-то таз с водой начал, что-то негатив смотрит. А, кстати, крест священнический взял, священнический крест, вот этот, когда-то, что-то, ну, сколько-то сказал, я не помню, ну, дорого, у меня деньги не будет, я что-то так, ну, сейчас я буду молитву читать, а я уже как бы начинал там молиться, там, пастыгать, справлять, и он, да воскресенье Бог читает, я сижу, сижу, думаю, ну, а что я сюда пришел? Я что, сам, что ли, в церкви не могу прийти исповедоваться? У меня как бы финансовый вопрос меня толкнул на это, что что-то тут не то. Ну, и потихоньку так вот Бог открывал-открывал, что, ну, это совсем, ну, человек становится колдун даже, там, экстрасенс, там, самый йог, он становится рабом темных сил, вот это все, он не свободен уже, абсолютно не свободен. Ну, это вот так. Так что через вот, как я говорил все время, в церковь Христова попала через черный ход. А я зашел из-за угла. Так что вот так вот. Ну, это, это обычное явление, это обычное явление. Ну, кто-то из здоровья, бывает, что оставит у них, кто-то вовремя не успевает соскакивать с этого крючка. Ну, да, да. Так что вот так вот. Слышал. 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 Слышал.